Модель и красавец-мужчина Чага Тай, Улусой, появился на свет 23 сентября 1990 года в городе Стамбуле, в небольшом районе Бакырки на берегу Мраморного моря. Его отец Айлмин, Улусой родом из Болгарии, а мать Реофия, Улусой из Боснии. Кроме этого у молодого актера есть младший брат по имени Аталай Улусой, с которым у него близкие родственные отношения. На актерский олимп Турции Чага Тай взобрался относительно недавно. Несмотря на то, что на его счету пока не так много роли кинокартинах, он является одним из самых перспективных актеров страны и завоевал сердца поклонниц не только в Турции, но и в Европе. С самого детства семья и близкие друзья пророчили Чагатаю успешную карьеру и насыщенную жизнь. Детство прошло в Стамбуле, он рос в дружной семье среднего достатка, много времени проводил на улице вместе с ребятами и получил хорошее воспитание. С ранних лет мальчик увлекался спортом, с 12 лет играл в баскетбольной команде, был очень энергичным и активным. В школе, как и любой мальчишка, иногда баловался, но в целом, учился хорошо и был послушным ребенком. По характеру всегда был добрым, немного застенчивым и очень любил животных. После окончания школы молодой человек поступил в Стамбульский университет на отделение ландшафтной архитектуры, параллельно продолжал заниматься спортом и попробовал себя в качестве модели. Вместе с лучшим другом он решил принять участие в конкурсе моделей, даже не надеясь на положительный результат. Популярность моментально ворвалась в жизнь, когда в свои 20 лет он стал лучшим мужчиной моделей в Турции. Привлекательная модельная сфера и новая жизнь в окружении камер вскружила голову симпатичному юноше. Целеустремленный и успешный, он был открыт для новых предложений. В 2010 году он принимал участие в съемках популярного комедийного сериала «Риджеп» или «Дик 3», которым был задействован в эпизоде. Сам процесс так понравился молодому парню, что когда после конкурса моделей его пригласили пройти кастинг на полноценную роль в кинофильме, он сразу же согласился. Благодаря брутальному характеру, атлетичной фигуре и прекрасным внешним данным, Чага Тай был выбран в качестве актера. Первое время он чувствовал себя неуютно среди именитых и опытных коллег. Чтобы оправдать надежды родных, режиссеров и продюсеров он начал активно обучаться актерскому мастерству. Он ходил на курсы в Академию «Айла Альган», принадлежащую знаменито 78-летней киноактрисе. Также занимался в Академии искусству известной турецкой актрисы Вахиди Перчин и ее мужа Алтана Гердюма. И благодаря своему желанию быть лучшим, высокой трудоспособности и полной самоотдаче мужчина успешно справился с возложенной на него роли. В 2011 году на турецком канале Шоу ТВ вышел сериал с названием «Назвала я ее Фериха», а позже в 2012 году и его продолжение «Картина Пути мира». В этом мелодраматическом сериале о бедной девушке с именем Фериха, Чага Таю Лусо сыграл богача Эмира Сарафаглу. Закрученный сюжет о неравном союзе, любви и слезах, а также красивый актерский состав принес сериалу широкую популярность. А начинающий актер завоевал признание среди телезрителей. По итогам 2011 года он получил награду «Лучший прорыв года» по мнению телеканала и награду «Лучшая мужская роль» по мнению журнала. С тех пор его имя на протяжении нескольких лет не сходят с заголовков газет и журналов. В этот же период, в 2011 году вышел фильм «Анатолийские орлы». Эта приключенческая картина с драматичным сюжетом про пилотов военной академии была оценята специально к юбилею турецких воздушных сил. Главный герой Ахмед Ану, которого сыграл Чага Тай, был военным лейтенантом. Этот мужественный образ также понравился телезрителям. В 2012 снялся в эпизодических сценах сериалов «Дом. Упавшая молния» и фильма «Паранойя». С 2013 по 2015 год по турецкому телеканалу «Стар ТВ» показывали сериал «Прилив», в котором Чага Тай Лусо снимался вместе со своей тогдашней возлюбленной серией Найсары Кая. По сюжету главный герой из неблагополучной семьи попадает в проделки из-за чрезмерного доверия, а затем пытается решить жизненные трудности и не угодить в тюрьму. В настоящей жизни актер также мог попасть в тюрьму из-за истории о наркотиках. Все турецкие каналы новостей в 2013 году рассказывали о том, что Чага Тай вместе со своими кино-коллегами принимал наркотики и даже был их распространителем. Следствие по этому вопросу задержало подозреваемых, но практически сразу же всех отпустило. В течение двух лет велось расследование, доказательств и подтверждения вины Чага Тая не нашли, поэтому наказания актеру вынесено не было. По итогам 2014 года Чага Тай был признан феноменом года по мнению компании «Щуарскоп», получил награду «Лучший актер» от Карадениского технического университета и университета Чанакали 18 марта, а также завоевал награду как «Лучший драматический актер» по мнению телевизионной премии «Звезд» и «Газета Аякль газете». В 2015 году Чага Тайу Лусой вместе с молодой актрисой Лейлой Лидией Тугутлу снялся в главной роли в фильме «Дикий мед». Эта драматическая история рассказывает о молодых людях, чья счастливая сказка после женитьбы в один момент заканчивается из-за ужасных обстоятельств. В 2015 году актер получил награду за лучшую мужскую роль на премии «Золотая бабочка» и на турецкой молодежной премии. В этом же году успешный молодой талант получил награду «Лучший драматический актер» и приз «Золотой объектив» на 21 церемонии вручения наград от Международной ассоциации журналистов. В конце 2015 года известный актер жил в Соединенных Штатах Америки, снимался там в рекламе и отдыхал от работы над турецкими сериалами и фильмами. В 2016 году стал лицом джинсовой фирмы «Коллинс» и получил неплохой гонорар. Активно изучал английский язык, а также приобрел недвижимость стоимостью около 500 тысяч долларов в Лос-Анджелесе. После возвращения с американского континента актер поменял свой имидж и изменил прическу, чем вызвал как восхищение, так и негодование среди своих поклонниц. В настоящее время Чага Тай активно принимает участие в съемках сериала «У себя на родине». 19 сентября 2016 года на турецком канале Шоу ТВ вышла первая серия нового телесериала под названием «Внутри». Съемки которого проходят при поддержке продюсерского центра Айипым. Чага Тай работает вместе с известными актерами. Захватывающая история рассказывает о встрече разлученных в детстве братьев, которые по воле судьбы оказываются в одной полицейской академии, но даже не догадываются о своем родстве. Конфликты, ссоры, бандитские разборки и борьба за справедливость, дружба и предательство – вот, что ждет зрителей в этом сериале. За столь небольшой период своей актерской и модельной карьеры Чага Тай очень полюбился телезрителям и успел получить целый ряд наград, подтверждающих его талант и трудолюбие. Предстоящие проекты, новые фильмы и рабочие планы – вот, что вдохновляет и придает силу молодому дарованию. У Чага Тая тысячи поклонниц, но ему нравятся девушки с естественной природной красотой. При знакомстве актер обращает особое внимание на глаза, они должны быть глубокими и отражать душу. Главное, чтобы внешняя привлекательность сочеталась с внутренней красотой, грамотной речью, правильными мыслями и жизненными целями. Вокруг личной жизни актера ходит множество слухов и домыслов. Долгое время молодой человек встречался с актрисой серии Найс Аркэ, с которой работал на одной площадке. Затем был вместе с моделью Дирейшенсой и много раз был замечен с ней на отдыхе. В 2015 году актеры приписывали роман с Лилой Лидией Тугутлу, его возлюбленной по фильму «Дикий мёд», но точных доказательств или подтверждений от самого актера на этот счет не было. Также в 2016 году в Америке Чага Тай вместе с моделью Келор, Мари Хилл, снимался в молодой талант начал работать над созданием нового сериала «Внутри» вместе с актрисой Бен Сусо рекламном проекте. Поэтому многие предполагали, что и с этой девушкой у актера могут быть отношения. С конца 2015 года во всех интервью «Красавец» актер говорил, что его сердце абсолютно свободно, а голова занята только мыслями о работе. Многочисленные атаки журналистов с одинаковыми вопросами настолько утомили, что разговоры о своей личной жизни он теперь ставит под запрет. На первом месте в данный период жизни у актера стоит карьера, а уже потом любовь. Тем не менее он мечтает создать крепкую и любящую семью, но пока не торопится с выбором спутницы. Всему свое время, тем более, что возраст актера это позволяет. Любимая еда, мясные и рыбные блюда на мангале. Любимый актер в детстве, Кенан и Мерзал и Аглу. В себе Чага Таю больше всего нравится форма носа. Среди друзей актер получил прозвище Чао. Не любит свой день рождения, но охотно веселится на праздниках у других, любит дарить подарки. Если бы не стал актером, то выбрал бы профессию по ту сторону камеры и снимал кино сам. Никогда не влюблялся с первого взгляда как в романтических фильмах. Считает, что настоящие чувства рождаются постепенно. Брал курсы игры на гитаре и даже сочиняет песни. Но его настоящая страсть – игра на барабанной установке. Именно такая музыка помогает ему расслабиться и отвлечься от всех мыслей. Не боится критики в свой адрес, а наоборот любит, когда высказывают противоречивые мнения о его творчестве. Так он делает для себя полезные выводы и совершенствуется. Застенчиво принимает комплименты и похвалу, не любит показывать эмоции на людях. Стесняется сниматься в интимных сценах. Новое спортивное увлечение – бокс. Повседневный стиль и одежду для мероприятия актеры помогают выбирать стилист Эль Кнурай Канат. За рекламу марки джинсов «Колинс», в которой актер снимался вместе с Тейлор Мари Хилл, получил гонорар в размере 1 800 000 турецких лир. Мечтает купить белоснежную яхту, плавать в море и заняться дайвингом. Считает, что ему очень повезло оказаться в нужном месте в нужное время, благодаря чему судьба подарила ему возможность стать актером. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok